Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Возлюбленные братья и сестры, в сегодняшний воскресный день Святая Церковь поучительно назидает нас Словом Божиим из Евангелия от Матфея. Мы слышали, как Христос рассказал притчу о злом виноград, о злых виноградарях. Человек имел виноградник и поставил людей, которые должны были заниматься им. Но когда дело дошло до урожая, этот человек, владетель виноградника, посылал туда своих слуг и рабов, и, как говорит Евангелие, кого-то они убили, кого-то побили, кого-то забросали камнями. И в эту историю не входят слова, которые в контексте стоят за этой притчей. Фарисеи слушали эту притчу, и Христос завершил ее словами, «Камень Его же не пригоше зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бы сей, и есть дивин в очи сев наших». Они подумали, что именно о них говорит Христос. Христос сказал, завершая эту притчу, «Этот камень, кто о Него споткнется, тот разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Конечно же, святые отцы так и толкуют это евангельское чтение. Этот камень краеугольный, который отвергли строители, но потом, когда они начали искать, что же положить в угол, он оказался им необходим, этим камнем оказался сам Господь наш Иисус Христос. В древности многие храмы, когда завершался купол, в купол вставляли так называемый камень-ключ, благодаря которому держалась вся конструкция. И на этом камне обычно изображали Господа Иисуса. Так, Христос является для человечества камнем краеугольным, который для многих является камнем преткновения, который по своей привычке и по своему воспитанию не любить людей, не могут видеть в человеке Бога. И когда приходит Господь и начинает им благовествовать Царство Божие, такие люди просто из-за нечеловеколюбия не видят авторитета в Его словах. А если мы посмотрим и до этой притчи по контексту, и после этой притчи, Христос назидательно и с укором говорит, скорее грешники, пьяницы, проститутки придут в Царство Божие, чем вы, слушащие, он обращается к парисеям, которые не хотят принять Царство Божие для себя и не дают другим войти в Него. А в конце он так и говорит о краеугольном камне. Тот, на кого он упадет, того раздавит, а кто о Него споткнется, тот разобьется. так и Царствие Божие эти люди не унаследуют. И фарисеи, которые были основной массой элиты, слушающих Христа, которые искали какой-то интеллектуальной, религиозной информации, они увидели в этих словах себя. Но это совсем не значит, что мы, живущие сейчас в 21 веке здесь, в Белоруссии, должны приписать эту притчу фарисеям и сказать, вот в Евангелии так и написано, фарисеи увидели себя в этой притче в качестве злых работников винограда, виноградников. А мы, о нас это не касается. Нет. Как раз-таки эта притча, проходя через все времена, через все границы, для нас сейчас очень актуальна. Потому что если мы посмотрим на зло этих виноградарей, мы увидим, что тот факт, что они побили кого-то, кого-то убили, кого-то оскорбили, кого-то забросали камнями, есть результат, есть плод их внутренней жизни. А какая жизнь может иметь такие страшные плоды? жизнь? Конечно, жизнь, которая в своей реальности не содержит царства Божьего. И если человек видит в каком-то другом человеке конкурента или все, что угодно, но не духовный авторитет, то такой человек, конечно же, и в лице Христа Спасителя не увидит духовного авторитета, не увидит Учителя. И его слова будут всего лишь такой поверхностной философии. Да, да, красиво говорит, но не это требуется от нас. От нас требуется, чтобы реальность нашей внутренней духовной жизни был виноградник, было Царство Божие, был рай, было Богообщение, была жизнь с Богом. И если этого в нашей внутренней жизни нет, если мы не считаем себя гражданами Царства Небесного, если мы не видим Бога внутри себя, не общаемся с Ним, если не открываем себя Его руководству, и если не даемся Ему руководить нами, мы такие же злыдни, виноградари, которые в любое время готовы оскорбить ближнего, готовы забросать его камнями, даже в целях воспитательных. Есть такие, которые могут спокойно детям дать затрещину, есть такие, которые могут матом что-то сказать, а есть такие, которые напьются и берут воспитывать всех, они вдруг сразу начинают разбираться и в политике, и в экономике, и во всех процессах происходящих в мире. Человек, который внутренне не несет в себе Царства Божьего, он является злым виноградарем, который не способен возделывать Царство Божие, доверенное ему здесь на земле. И тем отличается такой человек от человека гражданина Царства Небесного тем, что он видит все вокруг себя в свете не просто земном, а в свете плотком, в свете негатива, в свете зла, в свете конкуренции, в свете какой-то постоянной дерганой суеты, постоянной бессмысленной борьбы. борьбы. Не с тем мы должны бороться и не за то, а мы должны побороть прежде всего себя грешного, чтобы в себе в нас Царство Божие проросло, потому что мы должны являться семенем Царства Божьего для окружающих. И если мы таким не являемся, вокруг нас источается не благодать Божия, а зло. И тогда всегда, когда мы хотим, чтобы было лучше, лучше не будет, а будет полная катастрофа. и эти злые виноградари, они также хотели как лучше, но это лучшее было катастрофой для других. Они хотели, чтобы было лучше для них, они хотели, чтобы было лучше для их эго. от этого в мире сплошные проблемы, беды, войны. От этого страдает все творение Божие. Только когда мы откроем по-настоящему свои глаза на мир вокруг нас и увидим в нем Царство Божие, увидим виноградник, который доверен Отцом нашим к возделыванию, а не для того, чтобы мы в него гадили, только увидим вокруг нас мир Божий, творение Божие, и осознав, что только мы, люди, способны одухотворять Его, насыщать Его благодатью Божией, только тогда мы не будем злыми виноградами, а будем согласно промыслу Божьему, согласно замыслу Творца жить, воспалять Бога, радоваться друг другу, радоваться Бога общению, радоваться общению с другом, смотреть друг на друга и наслаждаться Бога присутствием. к этому предопределил нас Бог, а не для того, чтобы мы добивались своего, добивались успехов в этой жизни, для того, чтобы мы жили миром. не миром, для многих из нас мир это состояние, когда нет войны, а миром Христовым, миром духовным, когда наша душа приходит в чувство гармонии с Богом прежде всего, когда наша душа, соединившись с Богом, получает от Него максимально возможное количество благодати, которую мы потом изливаем на наших ближних. И вокруг нас созидается мир и благодать. Вокруг нас начинается рай. Вокруг нас воистину Царство Божие. Я поздравляю всех вас с воскресным днем. помните о этой тритче. Не будьте злыми виноградарями, если вы еще вдруг по какой-то причине не увидели Царство Божьего вокруг себя, внутри себя и между вами. Помойте голову свою под ледяным душем, освежитесь, откройте глаза, и поймите для чего создал вас Господь. Благословение Господне на вас по благодатью и человеколюбием всегда, ныне и присно и во веки веков. Благословение веки. Благословение